Домогосподарка из Мариуполя Виктория Ладенкова не рассчитывая вразить суддых додатковыми хистами. Вона делает ставку лишь на свой десерт. АПЛОДИСМЕНТЫ Это ж мурашки. Хожу я к суде. Я же их видела в экран телевизора, а тут вот они живые. О, майн-гад. Здравствуйте. Я домохозяйка. Зовут меня Вита. Я приехала к вам из Мариуполя. Вы приготовили шоколадный фондан. Почему вы выбрали это блюдо? Потому что мне захотелось, вот именно если я уже готова как бы участвовать в этом шоу, хочется добиться успеха и попасть в рекордом длю, я вот хотела вот не искать легких путей. Вот. Решила приготовить шоколадный фондан. Еще у меня мушка сладкоежка. Я вот часто и густо дома и тортики, и кексики. Вы знаете, столько выпечки делаю дома. Мне нравится этот соус, который вы сделали. У него красивый, хороший цвет и консистенция правильная. Я считаю, что этот соус идеально сочетается с шоколадом. Вы абсолютно правы. Отлично, прекрасно сочетаете вкусы, но фондан не получился. Он, я думаю, шикарно получался. А тут, наверное, вот просто еще волнение, переживание в преддверии встреч с судьями. И вот это вот дало себе знать. Вкус. Очень. Очень. Я скажу позже. Ну все, Ладенкова, покатилась твоя голова прямо под откос. Не тут ты блюдо выбрала. Нет, не туда ты попала. Все, иди. Дальше дома готовь что-то. Витта, что случилось с вашим фонданом? Страва, которую вы нам принесли, геть на него не похожа. Справжний фондан не подается в таком посуде. И у него ридким мае быть лишь средина, а ваш десерт весь ридкий, как мус. Витта, что вы часто готовите эту страву для своего человека. Расскажите нам про него. Мы поженились два года назад, а вместе мы три года. Вы счастливы? Я очень счастлива, но есть небольшое, но у нас проблемы с детками. А что трапилось? Была беременность, оказалась неудачной. Вот. И все мне оборвали все, как говорится, надежды. Но будем надеяться, что когда-то же будет белая полоса в этой жизни. А ты хорошая. Я так волнуюсь. Это очень больно, когда вышло, люди говорят, с колясочками, с детками. Ты идешь, в души пустота. Пустота, отчаяние. Не знаешь, замыкайся в себе, не хочешь ничего видеть, никого слышать. У нас зато есть прекрасная собака. Мы с ней гуляем. Она мне как... Знаете, такой лучик света какой-то. Я ее обнимаю, целую. Ну, очень. Я вот сейчас пережила за нее, я ее там оставила дома. Тут нахожусь. Вы знаете, как за ребенком переживать. Шью ей там, ляжу, стрелую ее. Понимаете, вот вся любовь идет к этой собачке. Я была в очень жуткой депрессии. Вы знаете, только я отвлекалась. Выходила на кухню, начинала что-то готовить. Я представляла, мысленно, что готовила какой-то десерт, что я готовлю своему будущему ребеночку. И это дало мне толчок, как бы запомнить анкету, идти подальше от своей проблемы, отвлечься. Вита, вы молодец, что не побоялись, и пришли на мастер-шет. Вы сильная женщина, и у вас чудово родить. Каким бы ни было наше сегодняшнее решение, я уверен, что у вас все будет доброе. Верьте украшение. К сожалению, ваше блюдо, это не фандан. Те, что вы приготовили, не шоколадный фандан. Это шоколадный мус. Дайте мне шанс, пожалуйста, я его оправдаю. Я покажу, насколько я умею готовить. Я не могу вас обманять. Я буду абсолютно честен. Вашему шоколадному фандану... Я говорю, нет. Спасибо, Ектор. ...але... ...вашему шоколадному мусу... Я говорю, да. Спасибо. Это было надзвичайно смачно. Спасибо. Меня впечатлил, честно говоря, ваш соус. Он действительно очень богат, имеет богатый вкус. Замечательный. Поэтому я с удовольствием говорю вам, да. Я даю вам этот шанс. Спасибо. Спасибо. Можно я вас расцелую? Данечка, душа моя. Класс. Николай, спасибо. Меня зовут Никита. Работаю официантом. Работа официанта, да, конечно, это неплохо. Я не буду скрывать, чисто меркантильный интерес не более. То есть живые деньги на руках. Вот. Конечно же, мне безумно нравится работа повара. Поэтому мне нужен такой большой шаг вперед, чтобы я из аматоров перескочил сразу к профессионалу, чтобы упустить момент чистки картофеля. Готовлю я сегодня свинину с соком лайма. Немножко со стринкой перца. Такое хорошее летнее блюдо. Свинина получается, знаете, на контрасте такая. Немножко солоноватое, немного свежее, немного кисленькое и слегка остренькое. Такая пряно-остренькая. Действительно он получился, как на моем мнении. Он действительно получился. Это баланс, нежная, приятная, сливочная полента, хорошей кремовой консистенции, сочное мясо. Все, огонь. Ни у кого нет шансов. Потому что я приехал. Пожалуй, в этом году должен выиграть парень. А почему бы и не я? Здравствуйте. Здравствуйте. Никита, что произошло с вашим блюдом? Я не очень понимаю. Что это? Объясните мне. Да, конечно, просто чуть-чуть растеклось мясо, и растекся сок из мяса, поэтому немножко такой хаос получился небольшой. Действительно, с презентацией я немножко налажал. Ну, как немножко, множко налажал. Я перенервничал в некоторый момент, просто у меня нервы затуманили адекватность. Никита, эта тарелка, она предназначена либо для какого-нибудь закуски, такой вот деликатной, микроскопической, либо для микроскопического десерта, но никак не для трех больших кусков мяса. Простите. Я бы прочитался в этом вопросе, значит. В самом деле. Ну, в принципе, мясо же вкусное, соус подходящий, оно все... Я сейчас говорю о другом. Это невозможно, это судить, понимаете? А почему у вашей паленте так мало смоку? Мало вкусов паленте. Там вот был упор больше сделан, она подсоленная, конечно же, и упор был больше сделан на сливочный вкус. Але цього аж ніяк не достатньо, аби ваша палента склала гідну комбінацію зі свининой. Свинина потребует яскравіша, відверто, відчутных компаньонів. Вот эта зеленая заправочка как раз на это и была сделана. Ця зелена приправа – просто суміш специй. Вона створена, ніби навмання. Колеги, в мене багато сумнівів щодо нікити. Его палента, як на мене, вийшла відверто дилетанською. Да, и презентація полностью провальна. Проте свинина смачна. Я думаю, він приготовил її навмання. Видно, що фантазія у хлопця працює наповну, а от досвіду бракує. Ви замахнулися на висококухню, проте не знаєте елементарних речей. Спочатку треба освоїти базові навики, а вже потім думати про посаду шавкухаря. Ви готовы пахати? Конечно. Я понимав, що здавати ні в коїм цві немає. Я не хочу здаватися, я не готов здаватися. Проиграєш хоть один день в своїй жизни, і проиграєш всю свою життя. Давайте сделаємо допомінційне задання. У мене даже идея возникла. Дякую за перегляд! Я думаю, що це 55 кіл. Це ж нереально. Як це взагалі таке можна? Справитесь? Так. Ну що, тоді спробуйте його підняти з стола і забирайте. Ух. А хто обіцяло вам, що буде легко? Действість, осознання того, що мені прийшов, що б я не піднялся, якщо я підняла ці 55 кілограмм картошки. Ну, мисли, які мені посіщали в той момент, параллельно вони говорили, «Никита, закройся! І давай, іди делай! Що значить нереально? Пішов, делай!» Я сел прямо, грубо кажу, посреди зала с 55 кілограммами картофеля отборного. Вообще, такого количества картошки я, наверное, не видел. І пішов маслай. Мене звуть Татьяна. Я, думаю, хозяйка. Хочу з ног на голову все поставити, на 180. Вообще хочу жить так, як я хочу. Все. Надоело! О, вилы! О, вони сидять гады. Дивіться далі. Від чайдушна домогосподарка. Хочу жить так, як я хочу. Чи здатна жінка в 60 докорінно змінити своє життя? От пойду на мастер-шеф, похудею і взагалі буду. Так. Добрий день! Наливаємо, випиваємо. Не хочу. Чи зможе знаменитий шеф перевершити досвідченого продавця та маду? Я подавав цю страву в ресторанах Америки, Азії, Європи. Європа. Чи витримають нерви офіціант та білоручки? Я вже зараз двома буду. Страви, що змінюють уявлення про кулінарію. Гляньш, якісь емоціями. Не пропустіть!